Ленинский лозунг «Заводы рабочим» в кризисе зазвучал по-новому. Сотрудник не должен лишаться работы из-за падения производства, считают эксперты. Пример Алтайвагона подтверждает, найти способ избежать сокращений штата вполне реально. Кадры можно перераспределить на предприятия сходного профиля. Программа такого обмена сотрудниками в крае уже принята. Не менее важно нам вывести из как раз поля социальной поддержки, скажем так, граждан, в то, чтобы они сами зарабатывали себе на жизнь, отчисляли налоги. Чтобы зарабатывать на жизнь на новом месте, нужна квалификация. Со дня на день в регион поступят средства в рамках программы снижения напряженности на рынке труда. Она предусматривает в том числе и поддержку в деле переобучения. Однако в том, что такая помощь сослужит хорошую службу, уверены не все. На заводе «Ротор» сейчас рассматривают порядка 60 анкет. И взять всех там не обещают. Была я на Алтай-Вагоне и приходили с вагоноремонтного завода рабочие, которые хотели бы работать токарями, фрезеровщиками. Но это те специальности, которые нужны в данное время у нас на предприятии. Квалификация оставляет желать лучшего. В любом случае, говорят эксперты, обеспеченным трудоспособным россиянам пережить кризис куда проще, чем социально незащищенным. Эксперты и политики здесь единодушны. Поддержка этой категории граждан не уменьшится. К примеру, те же разговоры о повышении пенсионного возраста в самом ПФР считают беспочвенными. Чисто на мой взгляд, это не состоится. Потому что, в принципе, условий для принятия такого решения на сегодня и даже в ближайшем, наверное, 5 лет, наверное, не будет. Зато будет индексация. 10-ти процентное повышение пенсии в апреле. Больше получат и многодетные семьи. Как отмечают главы Алтайсов в защите, их, несмотря ни на что, становится все больше. В этом году в Крае на их поддержку потратят на миллиард больше, чем в прошлом. Все меры соцподдержки в том году, которые были запланированы в этом году, выполняются в полном объеме. Выплаты происходят ежемесячно. Что до ситуации на рынке труда, то она, считают эксперты, фатально не изменилась. Пока. Вакансий стало меньше, но уровень безработицы держится на прошлогоднем уровне. Это чуть больше 2%. Правда, окончательные выводы делать рано. Стоит подождать статистики за январь-февраль. Екатерина Гаськова и Александр Антропов. Наши новости.